Привет, я Анна Немалекина, в эфире программа «Дайджест» на портале Москва-Баку. Сейчас расскажем самые интересные новости из мира культуры, шоу-бизнеса и не только, которые произошли в России и Азербайджане за эту неделю, сегодня в нашем выпуске. Евровидению быть, но в онлайн-режиме. Звезды в самоизоляции. Чем занимаются и что готовят и едят. И Москва-Баку опустили на время карантина. Кадры из двух столиц. Обо всем подробнее расскажем далее. На минувшей неделе у певца Льва Лещенко обнаружили коронавирус. После возвращения с гастролей по США и Канаде артист посетил день рождения Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого, на котором побывали многие звезды российского шоу-бизнеса. С тех пор в соцсетях прошли слухи, что добрая половина артистов после этого якобы заразилась коронавирусной инфекцией. Тревожные новости коснулись и 60-летнего Игоря Николаева, который также был на вечеринке. Певца госпитализировали в коммунарку. Все это время поклонники, друзья и близкие артиста переживали за состояние его здоровья и с нетерпением ждали результата анализа, которые пришли им не оказались отрицательными. Жена артиста Юлия Проскурякова рассказала Москва-Баку о состоянии здоровья мужа. Диагноз на коронавирус оказался отрицательным. Игорь чувствует себя уже лучше, температура спала. Спасибо всем за поддержку в этот сложный момент для нашей семьи. Берегите себя и соблюдайте карантин, так как мы можем остановить распространение коронавируса, сказала жена Игоря Николаева. Позже Игорь Николаев поблагодарил всех на своей странице в Инстаграм за внимание и поддержку. Постоянная участница фестиваля Жара Жасмин, как и большинство, сегодня соблюдает карантин. На днях певица рассказала Москва-Баку, как она и ее трехлетний сын Мирон несколько месяцев назад перенесли коронавирус. Это догадка певицы, она не делала анализ, но говорит, что в декабре прошлого года медики так и не смогли точно установить, чем болели певица и ее сын. Сейчас Жасмин понимает, что по симптомам болезнь была похожа на коронавирус. Певица рассказала, что сейчас в режиме самоизоляции готовит дагестанские блюда и уделяет время детям. Евровидению 2020 все-таки быть, только в онлайн-формате. Такое заявление организаторы сделали на минувшей неделе. В середине марта у строителей международного песенного конкурса, который в этом году должен был пройти в Роттердаме, с 12 по 16 мая официально отменили его из-за пандемии коронавируса. Теперь зрителей всего мира ждет онлайн-трансляция. Это будет специальный двухчасовой концерт, на котором выступят конкурсанты этого года из 41 страны и участники прошлых лет. Шоу, которое покажут 16 мая, получило название Eurovision Europe Shine a Light. Цель такого формата – объединить европейские страны в борьбе с коронавирусом. Трансляция шоу состоится на YouTube-канале конкурса. Подробный список артистов, которые будут в нем участвовать, организаторы огласят в ближайшие дни. Азербайджанская представительница Евровидения Самира Эфинди уже подтвердила свое участие в концерте с ее композицией «Клеопатра». Кроме того, на прошедшей неделе на YouTube-канале Евровидения появилось видео под названием «Топ-10 самых просматриваемых клипов за март этого года». В списке на третьей позиции оказалась Самира Эфинди. Первое место заняла российская группа Little Big с хитом «Уна», что переводится как «Первый». На канале Россия после четырехлетнего перерыва стартует новый сезон шоу «Танцы со звездами». Перед съемкой первой программы у всех участников взяли анализ на коронавирус. В проекте примут участие телеведущие Елена Летучая и Мария Ивакова, актеры Андрей Соколов и Мария Порошина. Телеведущая Елена Летучая также в проекте. В интервью «Москва-Баку» Елена рассказала, как она готовится к шоу в режиме самоизоляции и какой проект телеведущая готова реализовать в Баку. Возможно, в будущем Летучая создаст свой бренд одежды в восточном стиле и представит коллекцию в стране огней. А сейчас коротко расскажем, что еще интересного произошло в России и Азербайджане. Продюсер и музыкант Максим Фадеев поделился секретом экстренного похудения в период карантина и самоизоляции. По словам Фадеева, он сбросил 82 килограмма. «Я весил 198 килограммов 700 граммов, сейчас я вешу 116», – рассказал он. Продюсер посоветовал пить утром, днем и вечером по 600 миллилитров воды, приятно обжигающий горло, только не в кипяток. Бывший футболист сборной России Александр Самедов из-за карантина временно закрыл свой ресторан «Сирень». «Мы закрылись, как и все, выполнили все рекомендации. Все работники пока распущены. Убытки обсудим и разберем в своем кругу. Когда все закончится, планирую просто открыться и продолжать», – сказал экс-футболист. Звезды бьют тревогу. В сложный период пандемии и экономического кризиса сильно страдают благотворительные фонды. Количество пожертвований уменьшается, на количество нуждающихся в помощи увеличивается. Поэтому знаменитые актеры, режиссеры и телеведущие запустили фандрайзинговую акцию в помощь благотворителям. На сайте «Нужна помощь» размещены данные проверенных благотворителей. Оформив регулярное пожертвование всего в 1 рубль в день, можно помочь многим людям. Телеведущий Дмитрий Дебров – большой друг Азербайджана. Он наведывается в Баку с завидной регулярностью. Теперь в условиях пандемии Дебров снимает свою программу «Кто хочет стать миллионером?» без зрителей в студии. На время карантина Дебров много времени уделяет семье. Вместе с женой Полиной телеведущий воспитывает троих сыновей. В интервью «Москва-Баку» Дебров рассказал, что в условиях самоизоляции много готовят с супругой, в том числе блюда азербайджанской кухни. Полина прекрасно готовит мангал-салат дома. Очень ждем, когда закончится карантин, чтобы всей семьей с детьми приехать в Баку и насладиться азербайджанской кухней, сказал Дебров. Вслед за столицами мира, Римом, Лондоном, Берлином опустили оживленные и шумные улицы двух столиц Москвы и Баку. Все заведения закрыты, магазины тоже. Люди соблюдают режим самоизоляции. Римом, Лондоном, Баку. Римом, Лондоном, Баку. На сегодня это все. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал «Москва-Баку» на Ютубе, чтобы не пропустить новые интервью со звездами, репортажи с кинопремьеры и не только. Также все интервью и новости читайте на нашем портале. Ссылка в описании. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok